Есть один человек, который преподает, как вести ютуб-каналы, и он рассказывает о себе, как он дошел до того, что у него миллионы аудиторий зрителей и подписчиков из разных стран и на разных каналах. Он проходил огромное количество разных курсов, в которых он каждый раз, когда что-то слушал, слушал так, что ничего не знает. Много было повторений, но каждый раз открывалось что-то новое. И где новое не открывалось, старое вспоминалось, закреплялось и обновлялось в памяти. То есть, первое, с таким подходом ему открывалось что-то новое, и он это применял. Второе, он вспоминал то, что уже слышал, и это обновлялось у него в памяти и закреплялось. Когда мы читаем Библию, не только для того, чтобы нам открылось что-то новое, что Бог скажет, а еще для того, что это все держалось в памяти, чтобы мы находились в этой теме больше всего, а не в чем-то другом. Другими словами, чтобы мы находились в портале. Питаясь и зажигаясь постоянно пробуждением, мы находимся в портале пробуждения. И питаясь пробуждением, постоянно, повторно, что мы уже слышали, и прослушивая пазлы разных людей, складывается в общую, полную, прочную, закрепленную картину. Если мы перестали это делать, у нас забывается и теряется и то, что имели. Дети по много раз пересматривают одни и те же мультики. Они с первого раза не получают много из этого мультика. Они подсознательно применяют этот принцип. Также обзорщики фильмов это специально делают. Они ходят в кинотеатры по 2-5 раз на один и тот же фильм, чтобы больше получить и больше рассказать об этом в своих видео. И углубиться в это, больше понять. Кто-то пишет рецензии или статьи. А есть люди, которые, только посмотрев трейлер фильма, а не сам даже фильм, уже делают вывод о фильме. Часто эти люди раскаиваются о том, что после просмотра фильма жалели о том, что предвзято выдвигали фильму свою негативную или позитивную субъективную критику. Или человек один раз посмотрел фильм, что-то свое получил и начинает делиться о хорошем или плохом об этом фильме. Люди, понимающие этот принцип, на несколько раз пересматривают этот фильм, а потом только говорят о нем. Обзорщики могут один раз ходить, сказать свое мнение по первым эмоциям и пониманиям. А после второго захода эмоции в них уже меняются, и они получили больше. А на третий раз еще больше. И тогда они больше понимают то, что собирался донести автор. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Это касается не только тех, кто не начал слушать или не дослушал, а и тех, кто дослушал и не услышал. Потому что он не понял того, что хотел сказать автор. Сценарист, режиссер фильма, продюсер и другие участники производства фильма. А в случае с посланиями и пробуждением, важно услышать автора их, Бога, а не выводить свое мнение. Чтобы его услышать, нужно слушать с открытым сердцем, с пустыми мехами и жаждущим сердцем. Такой человек не будет себя заставлять. Он просто будет этого жаждать. Но для этого вначале нужна посвященность и возрастание в любви Божьей к погибающим.